Посещение медицинских учреждений не самое приятное занятие для любого человека. Когда речь идет о детях, то вопросы вовсе становятся болезненным. С недавних пор юные пациенты куда охотнее стали идти на процедуры, ведь во многих поликлиниках и больницах появились специализированные пространства для игр. Проект партии «Единая Россия. Добрая комната» реализуется с 2019 года. За это время удалось создать порядка ста таких уголков. «Такая вот домашняя обстановка, вот такой уголок, где детки могут почувствовать себя как дома, он как раз помогает разрядиться ребенку и заняться каким-нибудь делом, переключиться, порисовать, поиграть в игру, посмотреть мультики. И сама по себе идея очень хорошая. Почти в каждой поликлинике нашей больницы все-таки мы такие места находим и будем находить. Думаю, что в каждом нашем медицинском учреждении такая комната должна быть, для того, чтобы наши детки чувствовали себя комфортно и уютно». В Ленинском городском округе четыре добрые комнаты, а пятую в преддверии Нового года открыли в Молоковской амбулатории. Население здесь стремительно растет, появляется все больше молодых семей с детьми. Запрос на игровой уголок был высокий. «Вы приходить теперь будете сюда в поликлинику не только за витаминками, но и для того, чтобы поиграть и повеселиться, потому что есть замечательное оборудованное место. Мало того, на втором этаже ребятки лечатся, у них там стационарное лечение, они тоже имеют возможность спуститься сюда и развеяться, поиграть, отличиться от своего больничного расписания». В торжественной обстановке в честь запуска проекта «Красную ленточку» вместе с юными пациентами перерезал депутат Московской областной думы Владимир Жук. «Все готовы? Все режем?» «Опа!» Традиционно каждая комната оборудована детской мебелью, игровыми наборами, мягкими развивающими игрушками, книгами и раскрасками. Маленькие пациенты Молоковской амбулатории незамедлительно начали тестировать новый уголок. Помогал им в этом клоун Алекс. «Вы знаете, нам разрешили немножко похулиганить. Раз, два, три, подбрасываем вверх. Раз, два, три! Раз, два, три!» Пользуясь случаем, депутат Московской областной думы посетил и Видновскую районную клиническую больницу, чтобы поздравить медиков с наступающим праздником. «Тем более сейчас такие большие длинные выходные. Будут наши новогодние, рождественские. Все врачи будут медицинские работники на своих рабочих местах. Наши жители не останутся без медицинской поддержки в эти праздники. Поэтому приехали их поддержать, сказать спасибо, поздравить с Новым годом. И, конечно, привезли сладкие подарки для того, чтобы в минуту отдыха могли наши медики спокойно попить чай». Такие визиты для Владимира Жука уже стали традиционными. Как отметил народный избранник, профессия врача во все времена была одной из самых престижных. А в эти непростые пандемийные годы и вовсе стала самой важной. «Приятно, что про нас не забывают и периодически нас посещают как представители администрации, депутаты, также представители бизнеса, городского округа. За что им огромное спасибо, что нас не забывают и поддерживают в столь непростое время для нашей работы». Напомним, Ведновская районная клиническая больница в режиме ковидного стационара работает уже с мая 2020 года. И все это время наши врачи борются за жизни пациентов, спасая их от страшного недуга. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. ВиднетВ.